Здравствуйте, дорогие друзья! Я рада приветствовать вас на своем канале! А у меня сегодня распаковочка новой орхидеи с маленькой помощницей. Моня! Моня, выходи! Иди сюда! Чего ты там забыла? Я вчера ездила в строительный магазин и увидела эту красоточку. Я, конечно, очень обрадовалась. Я даже не ожидала увидеть такую красоту. Там было очень мало орхидеи, но все такие классненькие, необычные. Я принесла эту орхидейку домой, не распаковывала ее, поставила в кашпо и полила примерно на полсантиметра. Я уже налила водички на дно кашпо, потому что корни были очень сухие, аж уже сморщились. Сижу в окружении помощниц. Не дают мне снимать. Одну на диван посадила, чтобы она не лезла в цветы. Вторая у меня на ручках, чтобы та не приставала к этой детский сад. Развела младшая собачка очень активная и иногда напрыгивает резко на старшую собачку. И она пугается, она не привыкла к такому поведению. И она, в принципе, не контактировала особо с собаками. С котом она дружила одно время. Мы ездили в гости и там они постоянно играли. А с собаками у нас мало было общения. Эта орхидейка называется Сара Блаш. И сейчас я сниму упаковку с этой красавицы. Солнышка у нас, к сожалению, сегодня нет. Сегодня и завтра обещают быть пасмурными, дождливыми. Так что откладывать я не буду и распакую орхидейку. А вот и наша орхидейка. Наша красоточка. Давайте покажу вам ее корешочки. Вчера они были сморщенные, серые. И немножечко водички творят чудеса. Они расправились, стали зелененькими. Корневая, в принципе, хорошая. Вот и листовая масса. Тоже достаточно неплохо. Один цветонос, разветвленный. Видите, слева веточку дал цветонос, ответвление боковое. И уже раскрываются цветочки. Первый уже начал. Первый цветочек уже начал свой роспуск. Всего 4 бутончика. И вот основной цветонос. Цветочки смотрят все в одну сторону. Такие яркие. Я же, в принципе, люблю розовые, желтые орхидеи. А здесь два в одном. Яркое обрамление желтого цвета по краям. И неоновая середина. С яркой губкой малиновой. Ну, красоточка. Когда будет солнышко, обязательно вам подсниму. И вставлю в видео. Видите, какая интересная. Шесть цветочков. Седьмой раскрывается. И еще три бутончика. Один, кажется, засох. Ну, красотка. Какая яркая. Такая интересная. Там была оранжевая еще орхидейка. Похожая на египшин. Хочу оранжевую орхидейку. Но, наверное, скорее всего, Тамару больше хочу. Так что я оранжевую не стала брать. Только эту красоточку яркую взяла. Я вот выбирала между оранжевой египшин и вот этой. Все-таки эта победила. Интересно, как она распустится в домашнем цветении. Такой же яркой или побледнее. Потому что у некоторых я видела бледно потом раскрывается. Какая красота. Какова красота. Очень красивая. Интересная. И нежная, и в то же время яркая. Вчера я ее полила, как вам уже сказала. Надо здесь немножечко сухих корешочков пообрезать. Чем я с ним борьмусь. Так, вот видите, сухие. Они уже вряд ли оживут. До сухого обрезаю. До живого, точнее. Так, и вот. Вот видите, как раз где сломано, можно отрезать. Так, и сухой листик. Маленький. Тоже его можно оторвать. Аккуратненько тянем, потянем. И оторвали. Без мягкий уже, малюсенький. Так что толку от него нет. А еще вот за палочкой в пазухе снизу. Видите? Кажется, цветонос. Замрет он или будет расти. Но обычно замирают такие цветоносые и не продолжают свой рост. А вдруг в этот раз случится чудо? И он будет расти. Интересно. Понаблюдаем. Давайте еще получше рассмотрим орхидейку. Такие вот у нее листочки. Немножечко треснутый. Но это при транспортировке. Такое бывает. Листик. Это пигментация. Желтый. Немножечко, возможно, еще и подсох. Так, давайте цветонос разглядим. Есть ли тут живые почечки? Ну, ой, смотрите. Почка пробудилась. Если не замрет от стресса, возможно, будет еще одно ответвление. Видите? Здорово. Значит, у этой орхидеи мультифлорный тип цветения. Посмотрите, какая красивая. Я аж до речи потеряла. Скорее всего, так и будет разветвлять свои цветоносые и будить почки. Вот, видите, одна уже растет веточка из пробудившейся почки. Вторая почка пробудилась. И вот эта, кстати, очень даже такая пухленькая. Возможно, тоже даст ответвление. Вот эта, да, интересно. Как же мне нравится эта орхидейка. Какой у нее интересный цвет. Так много оттенков одновременно. И желтый, и персиковый. И каких только нет. Я же люблю оранжевые орхидейки. Желтые, розовые. Здесь как раз много оттенков в одной орхидейке. Очень интересная. Размер цветка примерно 7 сантиметров. Некрупная, но зато пышно-цветущая. Супер, конечно. Я очень рада этой новинке. Сейчас я буду протирать листики зеленым мылом. И вместе со всеми своими орхидейками заодно буду обрабатывать от вредителей. И пока она у меня будет стоять на карантине. Отдельно от всех орхидеек. Извините за посторонний шум. У меня еще собачки здесь выселятся. Особенно младшенькая. Надо с ней играть. Когда я снимаю видео, она сразу требует игр. Да. Да, сразу спать перехотелось и захотелось играть. Да, Моня? Да. Ну все, дорогие друзья. Поделилась с вами своей новиночкой и радостью. На этом буду прощаться с вами, мои дорогие. До скорой встречи. До новых видео. Желаю вам всего самого доброго. Счастья, мира, добра, здоровья. Найти желанную орхидейку, встретить в магазинах. Пока-пока, мои дорогие. До новых видео. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok